Почему не цветет цикламен, основные причины и способы реанимации. Цикламен – альпийская фиалка, которая способна украсить любой интерьер. Какая именно страна является родиной цветка неизвестно. Существует мнение, что декоративная культура пришла в Россию из Центральной Европы. Изумительный цветок наделен от природы нежным ароматом. Над листовыми пластинами эффектно возвышаются цветы. Существует большое количество разновидностей цикламена, которые отличаются между собой высотой, окрасом и формой соцветий. Однако не всегда альпийская фиалка радует своего владельца шикарным цветением. Ниже можно ознакомиться с причинами, по которым цветение не наступает и способами их устранения. Если соблюдать рекомендации специалистов, ухаживать за культурой будет достаточно просто. Почему не цветет цикламен в домашних условиях? Нередко растение не только не желает цвести, но и выглядит достаточно болезненно. Почему цикламен не цветет, а растут только листья? Основные причины, на фоне которых формирование бутонов невозможно, описаны ниже. Альпийская фиалка. Корневая система на большой глубине. При посадке саженца, приобретенного в специализированном магазине либо в питомнике, стоит внимательно отнестись к глубине высадки корневой системы. Клубни декоративной культуры должны на треть возвышаться над поверхностью грунта. Более глубокая посадка негативно скажется на здоровье растения. Цветение в таком случае не наступит. Нарушение температурного режима. Цикламен предпочитает прохладный климат. Контейнеры с цветами следует выставить в помещении, температура в котором находится в пределах 16-17С. Важно! Более прохладный температурный режим может привести к гибели декоративной культуры. Летом, когда растение находится в стадии покоя, следует создать в комнате максимально комфортные условия. В случаях, когда температура в помещении превышает 19 градусов, почки перестают формироваться, а цветение не наступает. Постепенно у цикламена скручиваются листья. Излишний полив. Если соблюдать рекомендации специалистов относительно ухода за цветами, процесс выращивания растений не доставит лишних хлопот. Причиной отсутствия цветения может стать и неправильный полив. Декоративная культура не нуждается в частом увлажнении грунта. Переизбыток влаги негативно скажется на внешнем виде альпийской фиалки. Растение начнет систематически болеть, листовые пластины пожелтеют, корневая система начнет гнить, а цветов владелец культуры так и не увидит. Во время формирования почек и распускания бутонов, опытные цветоводы рекомендуют увлажнять грунт один раз в 8-9 дней. Если же спустя указанный промежуток времени верхний слой почвы остается влажным, стоит перенести полив на пару дней. Внимание! В летние месяцы достаточно одного увлажнения субстрата в 30 дней. Цикламен. Болезни и вредители. При выращивании цикламены важно систематически осматривать кусты, чтобы удостовериться в отсутствии недугов и вредителей. При обнаружении заболеваний вредоносных насекомых следует как можно скорее предпринять меры по их устранению. В противном случае цветение не наступит, а альпийская фиалка и вовсе может погибнуть. Неправильный уход за цветами может спровоцировать развитие таких недугов как фузариоз, серая гнибь, мокрая гнибь, грибковая и вирусная инфекция. Обратите внимание! Отсутствие должного ухода может стать причиной поражения цветов трипсами, тлеи цикламеновым клещом. О болезнях и вредителях стоит поговорить подробнее. Болезни цикламена. Ниже можно ознакомиться с наиболее распространенными заболеваниями, которым подвержена альпийская фиалка и способами их лечения. Пожелтевшие листья. Пожелтение листовых пластин нередко появляется на фоне поражения вредителями либо недостатка солнечного света в летний период. Кроме того проблема возникает при низком уровне влажности воздуха. Емкости с цветами в осенний период необходимо размещать на окнах с восточной стороны. В холодное время года лучше перенести цветы на южные окна. Освещение должно быть ярким и рассеянным. Важно, стоит учитывать, что попадание прямых солнечных лучей на листовые пластины может привести к возникновению ожогов. При необходимости можно устроить декоративной культуре искусственную подсветку. С этой целью можно воспользоваться люминесцентной лампой. Во время ухода в домашних условиях за цикламеном желтеют, вянут листья, что это может быть. Пожелтение и вялость листовых пластин может возникать в душных помещениях с плохой циркуляцией воздуха. Наличие угарного газа и табачного дыма в помещении негативно сказывается на здоровье цветов. Нередко начинающие любители комнатных растений спрашивают, у цикламена желтеют листья, что делать. Комната, в которой расположены горшки, должна регулярно проветриваться. Температура в помещении должна находиться в пределах 16-18 градусов. Мокрая гниль. Свисание цветов и листовых пластин. Наличие резкого неприятного аромата свидетельствует о возникновении мокрой гнили. Корневая система постепенно гниет. Данный процесс может развиться на фоне возникновения трещины либо раны на вегетативном органе либо клубне, попадания в цветы бактерий. Главным источником инфекции считается зараженная вода, которую цветовод использует для полива. Пораженные кусты уничтожаются во избежание инфицирования других цветов. Мокрая гниль на растении. Серая плесень. Неправильный уход за альпийской фиалкой может спровоцировать возникновение серой плесени, о которой свидетельствует серебристый налет на листовых пластинах. Причина появления заболевания – грибок, возникающий вследствие продолжительной сырости в комнате. Для справки. Неопытные цветоводы часто поливают растения, что также приводит к переизбытку влаги и развитию грибковой инфекции. Пораженные цветы отличаются наличием. Серебристого оттенка на листовых пластинах. Пораженных цветоносов. Потемневших и опадающих. Бутонов или цветов. Засыхающий липкой листвы и пораженный грибком. Чтобы справиться с заболеванием, рекомендуется острым ножом удалить пораженные гнилью участки альпийской фиалки. Цветы нуждаются в обработке фунгицидными средствами. Также лечить растения можно народными методами. Обратите внимание, пораженные альпийские фиалки могут сбросить зеленую массу. Сохранить растения можно своевременно предприняв меры по его лечению. Корневая гниль. Фузариоз – грибковое заболевание, вызванное грибком физариумом. Цветоводы называют недуг фузариозным увяданием или сухой гнилью. Грибок, проникший в зеленое насаждение, начинает выделять токсичные вещества, что приводит к увяданию и гибели цветов. Возбудители корневой гнили нередко содержатся в грунтовой смеси и попадают в растение через его корни. Пораженные цветы отличаются наличием пожелтевшей верхней части листовых пластин, болезненного внешнего вида декоративной культуры, пораженных гнилью пучков сосудов, которые можно рассмотреть при разрезании клубней альпийской фиалки. У цикламена пожелтели листья, а корни начали гнить. Что делать? Чтобы спасти пораженные заболеванием цветы, специалисты рекомендуют опрыскивать насаждение 0,1% топсином М. При поливе следует использовать раствор фундазола. Корневая гниль у декоративной культуры. Антракноз. Почему у цикламена скручиваются листья? Нередко причина тому, антракноз. Заболевание может возникнуть на фоне инфицирования цветов грибком, который относится к роду глауаспориам. Особенно негативно грибок сказывается на растении в период формирования бутонов. Грибок быстро распространяется в случаях сильной влажности в помещении, в котором стоят горшки с цветами. К основной симптоматике антракноза стоит отнести, невозможность полноценного развития цветоносов, искажение внешнего вида растения, инфицирование листовых пластин, на фоне чего они скручиваются и осыпаются. Чтобы избежать возникновения антракноза, следует при посадке засыпать в горшки пропаренный грунт. Уже инфицированные кусты обрабатываются фунгицидными средствами несколько раз. Внимание! Все пораженные листовые пластины обязательно срезаются чистым продезинфицированным инструментом. Возможные вредители. Нанести вред цикламену могут и вредоносные насекомые. Ниже представлены основные вредители, которые представляют угрозу альпийской фиалке. Тля. Тля высасывает с зеленых насаждений питательный сок. При массовом нашествии вредителей, листовые пластины и соцветия начинают деформироваться. Тля может быть окрашена в различные оттенки. Серый, зеленый, оранжевый, черный. Появление налета, напоминающего вид перхоти, свидетельствует о поражении растения тлей. Чтобы справиться с вредоносными насекомыми, рекомендуется опрыскать зеленые насаждения инсектицидными средствами. Предварительно следует промыть листовые пластины альпийской фиалки под проточной водой. Нашествие тли. Цикламеновые клещи. Вредители окрашены в желтый оттенок. У цикламеновых клещей четыре лапки. Их деятельность направлена на поражение внутренней поверхности листовых пластин. Кажущаяся пыль на цветах является местом массового скопления клещей. Крайние части листвы постепенно меняют форму. Выясняя, почему у цикламена закручиваются листья, стоит проверить его на наличие вредителей. При их массовом скоплении бутоны опадают, а стебли сильно перекручиваются. Чтобы справиться с нашествием насекомых, следует приступить к удалению пораженных цветков и бутонов. Растения нуждаются в незамедлительной обработке инсектицидными либо народными средствами. Обратите внимание, цветы важно ежедневно осматривать на предмет наличия заболеваний либо вредителей. Как реанимировать цветы? Как заставить зацвести комнатный цветок? Прежде всего, важно понять, в чем может быть причина отсутствия цветов на декоративной культуре. Первым делом можно попробовать переставить горшок в другое место, которое подойдет ему больше. После этого необходимо провести осмотр листовых пластин и грунта. В случае выявления заболеваний или вредителей, следует немедленно провести опрыскивание альпийских фиалок специальными средствами. Обратите внимание, в случае, когда причиной отсутствия цветения становится неправильное заглубление корневой системы, цикламен следует как можно скорее. Пересадить в иной контейнер. Цветение альпийской фиалки. Дальнейший уход в домашних условиях. Цикламен отцвел, что делать дальше в домашних условиях? Уход за цикламеном после цветения достаточно простой. Активность и регулярность цветения зависят от того, как цикламен провел период покоя. Поэтому важно правильно ухаживать за декоративной культурой на протяжении всего года. Рекомендации специалистов относительно ухода за альпийской фиалкой представлены ниже. Температура в помещении, в котором расположены цветы, должна находиться в пределах 16-18 градусов. Контейнеры с цветами выставляются в зоны с рассеянным светом. Влажность частота увлажнения грунта один раз в 9-10 дней. Однако при этом необходимо смотреть за верхним слоем грунта. При полном его просыхании, растение следует немедленно полить независимо от графика процедуры увлажнения. При ежедневном осмотре зеленых насаждений, рекомендуется обращать внимание на внешний вид листовых пластин и стеблей. Недопустимо наличие трещин, которые могут привести к гниению и гибели. После завершения периода спячки, альпийские фиалки нуждаются в пересадке в новый питательный субстрат. При этом важно проконтролировать, чтобы клубень на треть возвышался над поверхностью грунта. До начала периода цветения важно несколько раз в неделю проводить опрыскивание листовых пластин и воздуха вблизи цветов. Подкормка цикламену необходима для формирования большого количества бутонов. Каждые две недели в грунтовую смесь вносятся комплексные подкормки. В период цветения культура не нуждается в подкормках. При любых пересадках грунт должен пропариваться и обрабатываться раствором марганцовки, что снизит подверженность растений ряду заболеваний. Для посадки лучше использовать самостоятельно приготовленный субстрат, состоящий из питательной почвы, перлита и песка. Помимо этого в грунтовую смесь целесообразно вносить листовую землю. Подкормить растения можно любыми комплексными удобрениями. Цикламен после цветения в горшке что с ним делать? Культуру требуется поливать всего один раз в 30 дней и ежедневно осматривать листовые пластины на наличие заболеваний либо вредителей. Внимание! Если своевременно не предпринимать меры по лечению инфицированных кустов, растение начнет погибать. Вырастить цикламен в домашних условиях достаточно просто и интересно. Можно даже самостоятельно вырастить культуру, используя семя. Однако, чтобы растение радовало пышным цветением, важно придерживаться рекомендаций специалистов относительно ухода за декоративной культурой.